Здравствуйте! С вами Цифры. В ближайшие два месяца 44 тысячам жителей Самарской области придется выбирать себе новую страховую медицинскую компанию. Ту самую, которая выдает голубые полисы обязательного медицинского страхования. Дело в том, что две страховые компании – УралСиб и Согласие М – сворачивают свою работу в сфере ОМС. И 15 тысячам бывшим клиентам УралСиба и 29 тысячам Согласие М нужно будет найти нового страховщика. В идеале того, кто никуда не уйдет, а наоборот будет всегда рядом. И не просто выдаст полис, а станет полноценным защитником прав пациента в системе обязательного медицинского страхования. Если вы не знали, то по закону каждый гражданин нашей страны раз в год может выбирать себе нового страховщика по ОМС, если старый его не устраивает. Для многих это новость, хотя этой новости уже почти 6 лет. И вот что интересно, насколько осознанно мы выбираем страховщика, который обеспечивает наше право на бесплатную медицинскую помощь. Что лично вы помните об этом выборе? Почему вы застрахованы именно в этой организации? И что это дает вам, кроме, собственно, бланка по лесу ОМС? Знаете ли вы, что страховая может быть вашим другом и помогать получать медицинскую помощь полноценной и в срок? К сожалению, мало кто из нас выбирал страховую компанию, осознанно и вдумчиво. А уж о дружбе, пользе и защите от нее и слыхом не слыхивал. Я лично опросила нескольких своих знакомых и друзей. И выяснилось, что большинство обсуждают заковыки и препоны бесплатной медицины только на кухнях между собой. А только двое из них знают, что если есть проблемы в получении медицинской помощи по ОМС, то обсуждать их надо со своим страховщиком. Тогда будет толк. Например, так. Моей знакомой маме маленького ребенка не удавалось добиться всех необходимых УЗИ для малыша, которые надо делать в один месяц. В поликлинике была большая очередь. Она бы подошла, когда ребенку исполнилось три месяца. Но тогда в исследованиях уже нет никакого смысла. Страховая компания помогла организовать УЗИ в нужный срок. Или такая история. У отца одного моего знакомого была назначена операция на сердце, но что-то не сложилось с финансированием. И операцию перенесли на два месяца. Представляете, какой это стресс для человека. Страховая компания помогла найти другую больницу с хорошим хирургом, и операция прошла в назначенное время. Все хорошо, пациент готовится к выписке. А вот вам другие цифры. Один из медицинских страховщиков Самарской области каждый день обрабатывает около 20 входящих заявок от своих клиентов по ОМС. Около 20 вопросов и ответов, объяснений прав и очень серьезной помощи. Можно ли сдать кровь на гормоны по полису? А на аллергены? Делают ли МРТ бесплатно? А эндоскопическую операцию? Почему запись на ФГС через 4 месяца? Что делать, если нет врача в поликлинике? 20 заявок в день, 500 в месяц, больше 6 тысяч в год. А у вас есть вопросы по бесплатной медицинской помощи? Кому вы их задаете? Помогает ли вам ваша страховая компания? Желаю вам правильного выбора. С вами были цифры. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин